Здравствуйте! В эфире новости спорта, подготовленные агентством Тюменская арена. Владимир Маминов и Дмитрий Парфенов неоднократно встречались на поле в качестве футболистов соперничающих команд. Не прекратилось их противостояние даже после окончания спортивной карьеры. Новая дуэль бывшего железнодорожника и экспортаковца случилась на тренерском поприще. В рамках 1-16 финала Кубка страны в наш областной центр пожаловала Тосна из Ленинградской области. Владимир Ильишонок и Данил Карпов могли завершить стандартное положение нестандартным взятием. Однако голы в тот вечер влетали только в противоположные ворота. Первый из них случился на 33-й минуте. Максим Полиенко продемонстрировал навыки игры в касание. Вскоре он же на пару с Георгием Мелкадзе убежал в контратаку со своей половины поля. Прощать за такие эпизоды клуб премьер-лиги права не имеет. 0-2. У команд премьер-лиги сейчас почти у всех есть два состава, два равнаценных состава. Если они кого-то не привозят, то не значит, что другой состав будет слабее. Они этим составом должны выигрывать и играть. Во втором тайме Карпов снял проклятие с владения Михаила Апарина и вернул вопросительный знак в исход противостояния. Тренерский штаб гостей постарался охладить полтюменцев заменами. Для усиления правой бровки на газоне появился бронзовый призер Евро-2008 и двукратный чемпион России Владимир Быстров. Тюмень сегодня была мотивирована. Как-никак это кубок. Игра состоит из одного матча, поэтому настрой был у них серьезный. Как игра показала, это был непроходной матч, очень тяжелый. Все боролись, мы выиграли, нам больше повезло. Очередное досадное поражение сибиряков 1-2. Не совсем обычным выдался очередной день для учащихся Тюменской школы номер 48, корпус 2. Один из уроков для них прошел впервые в жизни. Информация о комплексе ГТО должна быть максимально доступной и понятной. Такой целью городским департаментам по спорту и молодежной политике совместно с Тюменским многопрофильным центром и начали проводиться подобные уроки. Вообще это все началось, у нас есть определенный план по внедрению комплекса ГТО. И там есть стоит этот пункт. Чтобы как-то популяризовать комплекс ГТО, решили провести в школах вот такие информационно-просветительские уроки. Потому что многие школы вообще и школьники не знают про особенности ГТО. И мы решили провести в данном месяце, в сентябре планируется проведение на четырех общеобразовательных школах. Некоторые слушатели уже сдали нормативы в прошлом учебном году. А благодаря таким урокам, уверены специалисты, число желающих проверить свои силы будет только увеличиваться. Мы ждем, что дети больше узнают информации. Они поймут, почему так долго присваивается знак, какие особенности вообще есть в комплексе ГТО. Никто не знает про то, что квалификационные книжки спортсмена, они дают какие-то плюсы к значкам. То есть, если выполнили на серебро, можно получить золото с наличием этой книжки. Сентябрь принес старт нового сезона в фигурном катании. После ухода Юлии Лепницкой из большого спорта, как знать, может такое яркое место под солнцем будет свободно для подрастающих тюменских звездочек. В региональной столице стартовало открытое первенство с Дюшор Прибой. Старт сезона для фигуристов всегда пора волнительная и ответственная. У многих укротителей льда новые программы, которые нужно довести до ума и сделать их острыми, как фигурный конек. Это очень вообще такой волнительный, серьезный момент в плане того, что у многих детей новые программы. То есть, они еще не совсем обкатанные, еще сырые, неотработанные элементы, неотработанная хореография. Но эти старты очень важны в плане того, что вот и надо посмотреть здесь и выявить, где какие недоработки, на чем остановиться, на чем поработать. Первенство Прибоя призвано отсмотреть как можно больше местных воспитанников, чтобы провести работу над ошибками и сделать правильные выводы перед крупными турнирами. В гости к тюменцам приехали и тобольские фигуристы. Это традиционный турнир, который проводит наша спортивная школа. Он открытый является, это первенство. Мы приглашаем другие города. В этом году принимают участие Тюмень и Тобольск. Более 100 участников в возрасте от 7 до 16 лет. В этом сезоне Тюмень вновь хочет принять зональный этап первенства России по фигурному катанию. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте asnta.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин